На этой неделе мы узнали, что фестиваль скорости Байкальская Миля состоится вновь. И вживую мы увидели Aston Martin DBX, первый кроссовер британской марки. Но главной новостью, конечно, стало оглашение всех цен на новый компактный кроссовер Kia Seltos. Volkswagen удивил нас первыми подробностями о будущем Polo. Toyota Camry получила новую, как будто спортивную версию. А линейку седана Hyundai Sonata пополнил еще один двигатель. Тем временем в Америке представлен новейший Cadillac Escalade, а во Франции обновленный Renault Megane. Новое поколение Cadillac Escalade позаимствовало технику у родственных внедорожников Chevrolet Taha и GMC Yukon. В том числе и рядный шестицилиндровый турбодизель Duramax. До сих пор двигатели на тяжелом топливе на Escalade не ставились. А вот бензиновая восьмерка в целом прежняя. Зато у всех версий новый, разработанный совместно с Ford'ом, десятиступенчатый автомат. Привод задний или полный, как и младшие родственники Cadillac, перешел на независимую подвеску сзади. Кроме того, в список опций наконец вошли пневмоэлементы. Габариты серьезно подросли, поэтому салон стал просторнее. Главная доминанта интерьера – огромный экран общей диагональю 38 дюймов. Гнутая панель на органических светодиодах впервые применяется на серийном автомобиле. Сама панель составлена из трех дисплеев, разрешение которых вдвое превышает стандарт 4К. Трехзонный климат-контроль и камеры кругового обзора включены в базовое оснащение. Стандартную гамму версий дополнил вариант Sport. У него сетчатая решетка радиатора и черный декор вместо традиционного хрома. На американском рынке новинка появится во втором полугодии. Renault Megane в четвертом поколении выпускается с 2016 года, хотя в России и не продается. Плановый рестайлинг затронул все версии – от начальных до спортивных РС. Главное изменение во внешности – это полностью светодиодная оптика. В салоне появился новый блок медиасистемы и виртуальные приборы. Гамму двигателей пополнят 1-литровый трехцилиндровый агрегат и 100-сильная эко-версия турбомотора 1.3. Дизель 1.7, похоже, отправлен в отставку. А вот бензиновый атмосферник 1.6 остался. Но теперь он – часть подзаряжаемой гибридной установки, которая уже опробована на европейском кроссовере Renault Captur. Два электромотора и 10-киловаттная батарея позволяют Megane проехать на электричестве полсотни километров. У спортивных Megane RS и RS Trophy с турбомотором 1.8 мощность теперь унифицирована – ровно 300 сил. А для настройки саундтрека в выпускную систему встроен механический клапан. Российские дилеры Toyota принимают заказы на седан Camry в исполнении S-Edition. Главное отличие – это двухцветная окраска кузова, накладки на бамперы и двери плюс 18-дюймовые двухцветные колеса. Оптика полностью светодиодная, причем задние фонари украшены черной окантовкой. В интерьере спортивный настрой подчеркивают красные вставки и строчки. А вот технических изменений нет, и под капотом скрывается обычный атмосферник в 2,5 литра. МВД готовит изменения в ведомственный приказ о государственных регистрационных знаках транспортных средств. Сейчас первыми цифрами в трехзначном коде региона могут быть только единица и семерка. Именно это ограничение планируют отменить. Подразделениям ГИБДД разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые могут начинаться с любых цифр. Например, в Москве разрешат выдавать номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге 278 или 878. Седан Hyundai Sonata вышел на российский рынок в ноябре с двигателем в 2,5 литра. А теперь у Sonata появился и базовый двухлитровый мотор. С ним доступен только шестидиапазонный автомат. На выбор есть три комплектации. К слову, на двухлитровые модификации предыдущей Sonata приходилось 80% продаж. Российский офис марки Kia раскрыл все цены кроссовера Seltos. Самый дорогой вариант стоит 2 миллиона рублей, а базовый 1 миллион 100 тысяч. Начальная комплектация Classic включает четыре подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер, аудиосистему и электрические стеклоподъемники. А вот колеса 16-дюймовые стальные. На ступеньку старше Comfort. Он предусматривает круиз-контроль, подогрев руля и передних сидений. Вариант Luxe дополнен занавесками безопасности, климат-контролем и более продвинутой медиасистемой. У Luxe есть камера заднего вида и парктроник, противотуманные фары, датчик света плюс рейлинги на крыше. Комплектация Style отличается только декором, 18-дюймовыми колесами и светодиодными фонарями. Prestige это снова 17-дюймовые диски, зато включены диодные фары, комбинированная обивка салона, обогрев лобового стекла и задних сидений, 10-дюймовый тачскрин и штатная навигация. Seltos Premium это кожаный салон, электропривод и вентиляция передних сидений, датчик дождя, проекционный экран и адаптивный круиз-контроль. Продажи Seltos начнутся 2 марта, но самые простые версии с атмосферником 1.6 появятся не раньше июня. На старте же будут доступны только безнадувный двухлитровый вариант и мощная турбированная модификация. Концептуальный кроссовер Volkswagen Taigun был впервые показан в Сан-Паулу в 2012 году. В 2014 этот же шоу-кар представили в Индии с прицелом на местную сборку, однако вскоре проект закрыли. А теперь забытое название решили возродить для совсем другой модели. Показанный на выставке Auto Expo в Нью-Дели предсерийный Taigun – это перелицованный Volkswagen T-Cross. Причем в удлиненной версии, такие уже больше года продаются в Южной Америке и Китае. Специально для Индии машину перевели на упрощенную платформу, усилили подвеску, увеличили клиренс и внедрили свой набор моторов. Индийцам предложат трех- или четырехцилиндровый бензиновый турбомотор, шестиступенчатую механическую коробку или семиступенчатый робот. Привод только передний. Одновременно с Taigun в Нью-Дели представлен концепт-кар Шкода Vision In. Технически это тот же самый автомобиль, построенный на упрощенной версии тележки MQB. Скорее всего, серийная машина разделит агрегаты с Volkswagen. Под капотом концепта старший полуторалитровый турбомотор. Приставка IN в названии автомобиля и платформы – это первые буквы слова «Индия». Страна с населением в 1 миллиард 300 миллионов человек обречена стать третьим по величине авторынком после Китая и США. И для успеха Шкода готовят тут линейку сугубо локальных моделей. Седан Volkswagen Polo выпускается в Калуге без малого 10 лет. Единственный рестайлинг состоялся в 2015 году. За все годы в России продано более полумиллиона машин, но спрос постепенно падает и модернизация назрела. До сих пор мы предполагали, что прообразом нашего Polo станет бразильский Volkswagen Virtus, который уже два года продается за океаном. К слову, и Virtus, и пятидверный хэтчбэк Polo для Латинской Америки основаны на современной тележке MQB A0. Локализация этой платформы в России облегчила бы вывод у нас целого семейства машин. Например, компактного кроссовера Volkswagen T-Cross, премьера которого в России еще два года назад считалась делом решенным. Рассматривался и его собрат, Шкода Камик. В прошлом году с машиной даже знакомили российских журналистов. И все же Камик в Россию не приедет. Глава российской Шкоды Ян Прохаско подтвердил нам это в январе. Импортировать машины невыгодно, а выпускать в России не удастся. И теперь мы знаем почему. Ведь Volkswagen рассекретил первые рисунки и подробности нового Polo. Главный вывод? Polo станет лифтбэком и фактически разновидностью Шкоды Рапи. Силуэт, двери и даже заявленные габариты с точностью до миллиметра повторяют дорестайлинговый Рапи. Это означает, что Polo укрупнится и предоставит больше пространства для задних пассажиров. К слову, колесная база Шкоды на 5 сантиметров больше нынешнего Polo-седана. Увеличится и багажник, а вся оптика будет светодиодной. Интерьер напоминает салон уже обновленного Рапида. Во всяком случае, компоновка передней панели и центральной консоли почти неотличимы. Медиа-система с сенсорным экраном будет и в базовой комплектации, а среди опций будут и цифровые приборы, и подогрев задних сидений, и бесключевой доступ. При этом техника останется прежней. Рапид использует немолодую архитектуру PQ25. Похоже, что Volkswagen посчитал невыгодным переводить модель на современное шасси. Двигатели и коробки передач не меняются атмосферным мотором, положена механика и автомат, а турбо-версии – семиступенчатый преселектив. На фотографиях новый Volkswagen Polo раскроется до конца февраля, а живую машину мы увидим весной. КОНЕЦ